Приветствую вас! Вы знаете, сразу отвечая на ваш вопрос, хочется сказать, что отношения именно спасать, то есть становиться спасительницей отношений не стоит. Ну, потому что это прямой путь к треугольнику Гартмана, если вы уже не в нём, к сожалению, много факторов указывают на то, что вы изначально были в треугольнике Гартмана, и из этого треугольника вы не выходили. Именно спасать отношения не стоит. Дело осложняет то, что в некотором смысле вы правы. В некотором смысле вы правы. О том, что мужчина вас не завоевывал, что завоевывали его вы, и что он там спасительный может вас не сказать так, чтобы ценит адекватно. Вот. В этом смысле. Вы правы. Вот. Но, опять же, здесь всё упирается в ваш выбор. То есть, вот, вы же его выбрали, да? И, как бы, немного странно было бы, например, теперь за это его, допустим, не принимать, да? Вот. Но, тем не менее, тем не менее, именно это вы, собственно, и делали. То есть, именно это вы его имените, именно что не перестали принимать. Так что вопрос здесь, скорее, он, именно в том, почему вы его перестали принимать, да? И что же вам всё-таки нужно от него. Вот. В том числе и для себя. Дальше. Значит. Вы пишите. Три года назад я познакомился с молодым человеком через неделю после болезненного разрыва. Это вот понимаете, какая штука? Понимаете, какая штука? У вас были отношения. Не закончились. Для вас болезненно. Вы в этом. Не разобрались. Не разобрались. Почему? Почему мои отношения так завершились? Почему мои отношения так, значит, ну, так сложились? Почему я столь болезненно воспринимаю, восприняла разрыв? Из-за чего я столь болезненно восприняла разрыв? Если бы тебе, если бы была болезненно, значит, что-то было не так, значит, какие-то ошибки вы допустили в отношениях. И это нужно исследовать. Это нужно исследовать обязательно. Дальше. Вы говорите, что всё очень стремительно начало развиваться, и через полторы недели я перестал ему нравиться. Уже новому парню. Новому парню. Новому. Да, то есть, старого вы, условно говоря, добываете, с новым начинаете строить отношения. Ну, или лучше сказать, пытаться строить отношения. Отношения, да. О-о-о. Ну, и вы же понимаете, что здесь у вас, по факту, идёт просто наложение, наложение одного на другую. То есть, идёт наложение того, что вам хочется, на то, с тубами было воспринято болезненно. И это не просто так. Это не из ниоткуда взялось. Это взялось из-за того, что вы адекватно свои отношения не завершили ранее. И болезненность, болезненность, которая у вас была, она не получила своего, своей логической, своей реализации, скажем так. Хотя, это очень важно. Очень важно, чтобы эта самая логическая реализация, эмоциональная реализация, чтобы какие-то выводы, эээ, вами, вами, к примеру, были сделаны. Но этого ничего не было. Для этого мы просто попытались вылечить, эээ, болезненность, разрыва, эээ, другими отношениями. Как бы. И по итогу, по итогу, как вы можете видеть, хорошего, хорошего, ничего из этого не получилось. Как бы вы можете наблюдаться. Дальше. Через полторы недели я ему перестал нравиться. Как вы это воспринимали? Два месяца мы продолжали общаться с какими друзьями, со всеми исключениями обычной, обычной пары девушки и парни, по факту я его добивался, так возникло непреодолимое желание быть с ним. Что это за непреодолимое желание быть с ним? Это желание чего-то для себя? Или это желание чего-то для него? Я выскажу предположение, что чего-то для себя вы хотите. Вот. Я не могу сказать, что прям на 100% в этом уверен, ну потому что вы ничего об этом не пишете, но тем не менее. Это, скорее всего, что-то для себя вы хотите получить. Потому что вы говорите, что непреодолимое желание быть с ним непреодолимо. То есть это прям попребность. Попребность в чем? Забегая вперед, вы раскрываете эту попребность и говорите о том, что вы не видите там себя его, значит, женой и матерью его же детей. Почему именно женой? Почему именно матерью детей? Это такое впечатление, да, что вы вот стремитесь именно к этому. Именно к этому. Вы прям хотите именно этого. Хотите именно стать женой и чтобы, значит, и матерью тоже быть. Вот. То есть такое ощущение, да, что для вас это очень важно. И только в том, чтобы понять, чем это важно для вас. Понимаете? Чтобы не было такого, что вы вот от человека этого требовали. Чтобы не было вот такой, такой истории. Чтобы не было такой ситуации. Чтобы не было вот этого вашего непреодолимого желания. Как вы говорите? Быть с ним. Понятно, да? О чем идет дальше? Дальше. Так. По итогу, когда я захотел это прекратить, начать отношения с другим, я запретил, сказал, что хочет быть со мной старт в себя. Зачем прекратить? Зачем начинать отношения с другим? Не завершив еще эти. То есть складывать такое впечатление, что вы чересчур нуждаетесь вообще в отношениях, что вы не остаетесь одна. Что вы боитесь одиночества. В некотором смысле этого слова. Вот. То есть у мужчины для вас это вот, ну в данном случае, это как, знаете, как средство своего рода. Вот. Вот. И это вопрос. Вопрос. Это вопрос к вам. Для чего? Ну какая цель вот? Цель какая? В чем она заключается? Вот. Цель именно вот. Отношения. Он сказал, что хочет быть со мной старт в себя. Опять же. Опять же. Я хочу вам сказать, что весьма это странная позиция. Хочу. Хочу быть с тобой в качестве пары. А просто так с тобой быть не хочу. То есть вы, по сути, по сути, это похоже на такую, знаете, манипуляцию. Вот. То есть я не берусь, эм, на сто процентов эту, эту задачу. Но очень похоже на то, что вы манипулируете, вот просто манипулировали человеком, да. И чтобы он вам, вот, дал вот то, что вы хотите. То есть чтобы он, ну не знаю, чтобы он, может быть, границы обозначил. Какие-то вот. Что это, вот. Такая история. Такой номер. Получилось немного все неловко. Сумка, но мы сошлись. И через полгода он признался в любви. Час позже мы начали решить место. А скомка, но неловко, это как. Прожили место и общей сложности два с половиной года. Со временем этих отношений раскрытся показался бы как прекрасный парень, будущий муж. По какой причине именно будущий муж? Это для, для вас вот, эээ, замужество какое значение имеет? Заботился обо мне? Пишите его. Пишите о моих проблемах. Да, то есть вот чувствуете, какие отношения вам нужны, нужны, что-то вот, вот, ну, ну чувствуете. Чувствувати. Чувствуйте, в каких отношениях вы нуждаетесь, я полагаю, что вы это чувствуете. Решал все мои проблемы. Не я сама решал все мои проблемы, а он все мои проблемы решал. Тут вопрос о том возникает, а какие же, какие же, роли у вас в отношениях. То есть, ну, как вы видите отношения, как вы видите свою роль, женскую роль. Так же непонятно, вот он-то вам в любви признался, а вы и что вы к нему чувствуете. Вы так и не казались, что вы его любите. Дальше. Мне всегда был с ним комфорт, а, признакомился со своими хорошими, близкими людьми, везде брал меня с собой. Вот опять. Везде брал меня с собой. То есть, такая позиция немного вторичная, жертвенная, детская, я бы сказал, да. То есть, неравноправно. Мне всегда было с ним комфортно, весело и интересно. Однако, в ходу какого-то времени, а, значит, так. Не удравил склон ревности, исполнял все мои приготки и желания, и вчера при этом тряпку, уважал мое мнение, мои чувства, время делал мне, практически не встречалась с друзьями. То есть, опять, да, вот есть какое-то, ну, не очень здоровое отношение, то есть, тут перекладывание ответственности происходит, то есть, исполнял все мои приходы и желания. Прекладывание ответственности, всё время делал мне, практически не встречаясь с друзьями, перекладывание ответственности. Не устраивался с цен ревности, значит, поводы для ревности с вашей стороны были,就是說 не перекладывание ответственности, вот. Я начал ловить себя на мысли, что наши отношения больше похожи ни на любовь, ни на дружбу. В том смысле, что подобная стабильность начала вам надоедать, вам нужны более яркие проявления чувств, более острые ощущения, более острые эмоции. Связано это с тем, опять же, что в себе вы, по-видимому, не уверены. Ну, вот так мне видится. Вы хотите вроде бы стабильности, вроде бы как вы хотите стабильности, вроде бы как. Но, желая стабильности, вы не готовы к ней, по факту. Потому что, чтобы была стабильность, да, нужно, ну, быть уверенным, уверенным в себе. А вы, в принципе, в этом смысле не уверены. Вот. Ну, то есть, тут история-то вот именно, именно такая история, что вам стало скучно. То есть, казалось бы, да, вот, все хорошо, сказал. Все хорошо, все здорово, все замечательно. Но, мало. Так, он сказал, что не романтичен, не знает, как романтику устраивать, не умеет делать сюрпризы. Вместо этого я предпочитала покупать не практичные вещи, которые мне действительно были нужны, а вы сами себя не обеспечиваете. Практичные вещи. Из-за нехватки романтики и скуки я начал охладевать. Сейчас вы перестали считывать себя женщиной. А делали ли вы что-то, чтобы считывать себя женщиной? Пыталась, конечно, сама внести носки романтики. В какой-то момент мне надоело, ибо хотелось бы это делал он. Зачем? Особенно, если вы знаете, что он не романтичен. Почему хотелось? Для чего хотелось? Это вот из той, из той же самой оперы, что непреодолено желание быть с ним. Вот это все то же самое. Одни истоки. Но какие? Вам чего-то не хватает. Чего? Дальше. Так, сейчас найду. Мне стали неинтересно рассказать ему, как прожил у него день. Сделать что у него там на работе. Практически перестал ходить в физические близости. Часто не брала с него другку, так и не хотела говорить. То есть, по сути, он у него стал приват. Вот. А это значит, что у вас с ним не любовь. Ну, что-то другое, но не любовь, не любовь. Переводным моментом стало мысли о том, что я бы, наверное, сама погладил ему рыбачку, но всегда нет другой. То есть, мысли о том, что я хочу стать его женой и матрелем детей, мне не нравятся. Правильно, потому что нужно видеть человека. А жена и мать детей, это уже вторично. А человека вы сначала не видите. Очень долго я обо всем думала, откладывала практически критически для себя момент, приняла решение ему сказать обо всем разъехаться, то он попробовал меня добиться заново. Ведь по факту конфетно-букерного периода ночи не было. Я практически сама его добилась, в связи с тем, я для себя и связываю все реальные проблемы. Нет. Проблема заключается в том, что вы не видите в нём человека, а видите в нём средства для реализации своих желаний. А он и он, и вас, что-нибудь по сути, ну... Не-не-не, мне кажется, он тоже ваш человек не видит, не видит как личность, а слишком он с вами вот ведёт себя как отец, скорее. То есть, в этом смысле вы правы, если вас не до любовь. Но в том смысле, что право в том смысле, что ваши отношения неравноправно строятся по принципу родителей. Родитель ребёнок. Вы ребёнок, он родитель. Вот и всё. А далее вы пытаетесь манипулировать им. То есть, хочу разъехаться, разжаться, чтобы он попытался меня добиться местного, чтобы, например, обратиться к психологу за помощью, или чтобы просто чётко-чётко сказать, что вам нужно, чего вы хотите. И сориентироваться на возможности человека. Ну вот, вместо того, чтобы обратить внимание на то, что по факту вы перестали его принимать таким, как он есть. А может быть, и не принимали никогда таким, как он есть. Вот. Вы выбираете манипуляцию. У кого вы этому научили? Этому научили. Правильно. Если в результате манипуляции вы что-то получаете, то вы понимаете, что вы получили только благодаря тому, что что-то сделали. А сырая и постоянная необходимость в том, чтобы для вас что-то делали. В чём-в чём такое острое. Дальше. А-а-а-а. А факта конфетного икорного периода у нас не было. А почему он вам так важен конфетный икорный период? Вот опять. Почему? Ну вы же соглашались с ним на отношениях? Если вы соглашались с ним на отношениях, то, ну, наверное, конфетный и букетный период для вас не так важен был, а получается, что ваш. Так, э-э-э-э. Вот у меня к вам. Собственно. Говоря вам. Вопрос. Как бы. Сомать? Какая штука? Дальше. Идём. Так. Э-э-э-э. Однако его очень задели в словах о том, что я не качествующим для себя. А-а-а. Я не хочу за него замыть. Он сказал, в таком случае не видеть смысл что-то делать, по крайней мере на большом расстоянии. Ему это неудобно заработать. Предложил продолжить жить вместе, и он сделал тест, и все, что вы ко мне вернулись. Честно. Я отказался в этих словах. Почему? Почему? Из-за чего? Опять же из-за ребёнка. Как так? На мои условия не пошли. Да. То есть. Детская реакция. Спустя два дня. Это не обвинение. Это инстандарт факта. Это нужно корректировать. Спустя два дня после доставания, и по середине недели, вторая неделя, после провождаю анализ своего происходящего, спустя только ночью, чтобы вернуться и попробовать ее исправить. А что именно исправить? Что именно исправить? Вам над собой нужно работать. Что исправить? Мне безумно плохо с ним. Это вопрос к вам. Почему плохо с ним? Так. Ни на что не могу приключиться. Скучаю, мучить мысли, что лучшего мужа себе не найду. А зачем вам лучше? Зачем вам лучше? Видите, вы не видите в нём человека. Вы видите в нём мужа. Вы видите кого-то. Вам безумно плохо без него. Это означает, что сами с собой вы наедине быть не можете. И вот за счёт него пытаетесь это только компенсировать. То есть, исправлять нужно, в первую очередь, работать над собой. Главное, на психотерапию, а не возвращаться к нему. Потому что вы вернётесь, и всё будет то же самое. Так. Лучшего мужа себе не найду. А если бы нашли? А если бы вот начали, вы бы услышали от него? Скорее всего. Что говорится в том, что вы его не любите. Чувства у вас нет. Пониму. Он любит меня. Готов ради меня стараться. Никогда ни в чём не наделал. Всегда вам не забыл. И много делал для нас в этих отношениях. А вы? А вы? Вы? То есть, вы говорите здесь в контексте исключительно только удовлетворение своих желаний. Но отношение, любовь, это не удовлетворение своих желаний. Это отдача. Отдача человеку. Понимаете? Я на тысячу процентов знаю, что он не идёт от меня и не изменит. А здесь вы уже говорите о своей неверности в себе, о страхе быть брошенной. Которое родом из детства. Из детско-родительских отношений. Что тоже нужно корректировать. Сам мне не пишет, не звонит. Так ему так легче. Но от друзей узнал, что он сильно депрессия. Если он же хочет позвать у меня в нейтральное место для разговора. Я понимаю, что он не виноват. Он все нормандичен в некоторых случаях. Я сама гасирую поступки своим негативам. Из-за усталки и прочей, и прочей зерно. Откуда негатив-то взял? С этим нужно работать. Если вам над этим не работать с помощью психолога, то все вернётся как бы в нож. Я готова стараться, хотя бы попробовать что-то спасти. Что именно? Что-то спасти. Что-то спасти, это что? Помощь ему в своё освоение того, что мне приятно. Да нет. Человек не меняется. И вы его меняете. Вряд ли вам нужно либо принять его таким, как он есть, либо нет. А не пытаться нас это освоить. Но неуверенно, есть ли смысл, не обманывая себя. Смысл в чём? То есть я не готова его принимать. Не хочу делать ему опять больно. Это хороший посыл. Для того, чтобы не делать ему боль, нужно принять его безусловно. Но не хочу всю жизнь сожалеть, что так ничего не предприняла. Ну вот, в принципе, я ответил на ваш вопрос. То есть ваша потребностная сфера, эмоциональная сфера, поведенческая и гендерная сфера, поведенческая и гендерная сфера, наздаются в корректировке. Обращайтесь, буду рад помочь. Ну и страхи, конечно. Тоже, страхи, быть брошены, измены. Все это мешает. Ладно. Принято я себе. У вас тоже, мне кажется, этого нет. На этом всё. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.